всем доброе белорусское утро я с утра собиралась на пляж но пошел дождь полдевятого я проснулась пошел дождь смотрите мокрый асфальт уже 10 часов это как-то прохладно обещали 32 градуса пляж короче сегодня отменяется и на завтрак я жарю себе любимые сырники то что оставался творог уже такой несвежий 5 дней стоит открытый потому я решила нажарить сырники термическая обработка так сказать творога все больше завтракать и не знаю чем заниматься буду делать тогда уборку раз на пляж не поеду у меня еще был пан пойти бассейн так что до бассейна надо доехать сегодня обязательно все я буду завтракать единственное сметану не сгущенки буду есть варенье свои сырники и на вопросе и не помогает я выпила вчера две таблетки все равно какая-то такая тревожность сегодня поеду за афа базовым вот даже и не выспалась вот полдевятого опять проснулась такое состояние что как будто я не спала все буду завтракать всем приятного аппетита всем привет привет у меня вчера спрашивают психосоматику огромного спасибо что мне про нее напомнили потому что я вот в этом видео которое снималось я уже собираю чемоданы возвращаюсь в испанию я же говорю все плохое забыла только помню все хорошее все наладится все будет хорошо да а психосоматику то не обманешь да нет это моя удушья она что никуда не делать а мне беларуси легче то есть у меня уже нету такого прям удушья удушья то есть здесь у меня психика более расслабленная но все равно когда вот мне холодно все равно срабатывать еще этот рефлекс но не настолько как был в испании в испании вообще даже когда шла с подружками куда-то кушать я давилась я вот так не надо было нельзя наживать и глотать я ела очень медленно чтобы не подавиться вот здесь у меня этого нет ну такого страха подавиться да я даже могу глотнуть первое время не могла омега-3 тут же огромные такие эти капсулы вначале мне было страшно даже новопосит то тоже большая таблетка вот такая я ее жую она твердая я боюсь я ее разжевываю а а здесь уже не разжуешь хочешь как хочешь а глотнуть надо вот и я уже глотаю уже вот такие капсулы я глотаю вот как раз осталось немножко чая надо мне выпить и я собралась в бассейн а шапочки у меня нет шапочки то нет надо искать взяла эту розовую с испании что у меня была старая не взяла или у щас поищу или должна быть точно не было резиновое открытие полезу по шкафам буду искать себе шапочку бассейн ой чувствую сегодня и бассейн отменяется но пошел дождь 32 градуса обещали сегодня жару на улице такое похолодание может не знаю градуса 22 но не жарко сегодня я так и не нашла шапочку короче порылась вот здесь в наших залежах надо это сейчас будет все красиво поскладывать все все пакеты то что нас там вечно мы туда кидаем наверх я уже три месяца не могла найти перчатки чтобы убираться с испании привезла потому что в эти перчатки вообще копейки стоят у нас блин дорогущие перчатки вот одна пара практически евро а тут 20 пар за евро в испании можно купить я да привезла с испании перчатки и нашла вот такую штуку всякие шампуни складывать но шапочки я не нашла здесь к входу тоже порылась и так уж старый у меня шкаф мне не хватает моего испанского большого шкафа ничего заработаем купим вот так у меня здесь все лежит в куче короче здесь тоже порыла здесь у меня новый купальник еще который ни разу не надеванный мне это все на него подхудеть немножко я его купила как-то переехала на тенерифы и не поехали мы его не отдали не сдали я все мечтаю подходить купальник красивый такой галинта потухи же нам не дала сестры моей связала ты я уже постирала надо сюда повыше осень положить так а здесь у меня платьишки лежат вот я сейчас думала знаете как метр как-то хероватенько кстати тут конфеты помните я сюда складывал конфеты я про них и забыла вот еще такая у меня есть костная конфетка две арахисовые я думаю перебрать гардероб раз я не пойду бассейн вот избавиться от всего старого да вот взять эти платья повыкидывать которые я не ношу уже лежат тут все там шкафу пять лет колом ну как бы она может и одела бы дома зачем если мне не нравится надо это все просто выбросить чтобы пришло что-то новое мою жизнь вы как перебирайте свой гардероб или нет эти то майки я ношу то все с испании привезла а это еще в самое самое белорусское что я не брала в испанию там блузки у меня короче надо это все подоставать и по выкидывать уже постирала плед и хочу пасять белье эти подоны договориться чтобы вывезли кроссовки тоже постирала на кладбище стирала перед минском кладбище ходила тоже постирал после кладбища они не были грязные но знаете после кладбища решила постирать ну что по поводу моего любимого дивана галина мне предлагала его оставить себе и спать на нем галина вот не хочется вас обидеть в своем уме ну вот как-то так старый диван даже не мой мы его покупали бы вот мама захотела ну как бы сказать я и предлагала новое но она говорит давай хоть такой типа короче вот она даже его не раскладывала вот она на нем вот так спала и вы знаете ну как-то этот аналочки охара подушек снимала аналочки надо позастилать и покрывала это короче я не могу спать после человека который ну грубо говоря здесь умер ну как бы она не умерла здесь она умерла в больнице но все равно как-то мне ну дико страшновато тем более я могу любой момент пойти купить себе новый диван я почему его не покупать потому что я уже много раз объясняла что надо сделать там ремонт то есть освободить полностью комнату сделать там ремонт вот переселиться нашими пожитками то есть пока минимально смеем или не надо там это все тягать и все вот это единственное что одежду куда складывать в коробке надо будет взять не с работы коробки поскладывать эту одежду это конечно будет неудобно каждый раз искать себе какую-то одежку но по-другому никак переехать в ту комнату вот так пожить вот как мы живем сейчас на матрасах в коробках одежда и здесь делать ремонт понимаете почему и не покупать диван я могу его хоть завтра пойти и купить я работаю в крайнем случае могу рассрочку оформить даже с зарплаты могу пойти купить себе если не транжирить деньги и диван этот я сначала хотела отдать тут у нас и говорила есть такой мужчина с которым мама общалась у него практически жила такой говорю не работал всю жизнь где-то может по обмолвти работала потом как так вот перебивается у него дом он сдает эту комнату квартиранту там одну из это наверно живет там три копейки он платит вот и он такой знаете у него там вообще мамжатник доме и старая это меми любит и говорит вот так сын говорит что так у него диван может там ямка я думала ему отдать этот диван но оказывается ему еще за это надо заплатить чтобы они забрали мой диван новый да ну для него будет новый а грузчик у меня на работе готов забрать бесплатно то есть я ему сказал я ничего платить не буду в крайнем случае я могу его выставить на сайт за 30 рублей то есть за 10 долларов его заберут нормальный диван там если немножко пружина как бы торчит даже не за 30 даже даже за те же короче даже если отдать бесплатно то есть не платить не за перевозку ни за что вот короче грузчику отдаю он приедет мы договорились на послезавтра хотели на сегодня но я думала шеду поеду на пляж и все вот это я таким ускала давай уже тогда после работы вот 8 вечера говорю где уже как раз нибудь выходной что мы один день с ним совпадая по смене один нет и берешь уже после работы но приедешь там с машины и заберете то что он есть у кого-то прицеп можно попросить и я уже такая думаю заодно потом с этими людьми договорю чтобы мне повозили эти дрова потому что я думал тоже тому мужчине завести а кто мне будет вести все равно надо договариваться с этим грузчиком с магазина с кем-то ребятами еще знаете мой чек и еще недоволен останется с каждой чем ты мне припёрла грубо говоря у вас поэтому я тупо загружу вывезу на мусорку там куда-то можно выводить этот мусор и все нибудь не голову единственно что надо это организовать я очень часто в состоянии что мне ничего не хочется делать не трогайте меня я вас трогать не буду как-то обострился вот это не в рост тревожность тревога сейчас короче поделу домашние дела немножко приберусь и договорилась на встречу с подругой в бассейн уже тогда не поеду шапочки нет шапочки где-то поискать где ее теперь найти спортмастере может там где купальник я покупала надо поспрашивать и тогда буду дома дома поубираю смонтирую еще видео вот это которое я вчера снимала про возвращение свое в спальню как меня мозг упрашивает вернись в спальню все по приготовлю обед и поеду в город на встречу со своей подружинкой наверное вот такой будет сегодняшний мой день так у меня время обеда глинуло солнце это был пол первого у него солнце я короче загрузила видео на канал сейчас расскажу глинуло солнце сразу духа там с утра был так хорошо прохладно духа то я загрузила два видео на канал заходите смотрите про юли на путешествие в анапу да она уже там не уже скидывала кусочки не в инстаграм в телеграм она мне скидывала видео и такие вот эти кружочки это она записывала мне такие как видео видео сообщения да поэтому я повставляла во влог и про мои мытарства про мои мучения что меня колбасит что я хочу вернуться к мужу испанцу и не хочу ходить в беларуси на работу на белорусскую работу вот не хочу убирать еще не убирала приготовила себе обед еще только три часа дня пол шестого на встрече с подружкой что я в итоге приготовила даже дошли мне руки до готовки не было у меня картошки риса я сварила вот такие макарошки перу и приготовила рыбку вот потушила лучок морковка очень быстро очень вкусно очень полезно и варю кукурузу бабушка дала юли кукурузу она ее не сварила некогда было ей варить и мне принципе некогда ее варить но варю чтобы она не пропала так что после рыбы поем кукурузу или как раз скидывала видео что на море есть кукурузу так что варим кукурузу такая уже пообедала буду есть вкусную кукурузу сделал публикацию в instagram уборку уже не успеваю сделать уборку не успеваю делать надо идти утюжить платье хочу зеленое надеть и душ привели себя в порядок я хочу ехать на прогулку снимаю пробу ой она начинает встать варить уже как-то жестковато горячее не нормально это просто была сверху кукуруза которая не полностью была водя и хватит чуть погрызу сейчас пойдем ты не знаешь такая жара может какой коктейль выпьем короче буду приводить все в порядок вам приятного аппетита пишите кто в этом году ел кукурузу не ел когда кто-то ест кажется так вкусно так вкусно кукурузу да воспоминание с детства заходите мой инстаграм я его сильно не рекламирую мне кстати сегодня пришло поставить значок подтверждение представляете я стала проходить она там надо документы отправлять пока мне некогда этим заниматься так что скоро у меня будет верификация как у известной публичной книжки представляете лучше ночью быть блогером все короче нынче трыдеть а больше дела так кому уже на набережной стреляла со своей подружкой прогулялись купили воды и мороженое съели снимаю вам теплоход не снимала мороженое потому что тавила на глазах быстро вот есть смотрите лебеди с молодым как называется выводком потомство какие они грациозные красавцы лебедь белые взрослые серы уже подросли мы их видели весной снимали были вот такие еще утятами красивые защищают защищают ругается на меня на меня ругаешься ой глянь шипит даже шипит видно папа это вера мама кричит встанет как даст мне это вера папа ждут еду а я их не кормлю снимали еще немножко эти кувшинки красивые кувшиночки шли было такое солнце-солнце сейчас немножко зашло за тучи пойдем гулять по набережной и сниму вам мою красавицу подружку сейчас так ну что мы снимаем нашу красоту я сейчас себя поснимать я выдержу делаю кладочку платье надела зеленое не знаю видно не видно сейчас лену прошу пока очень вот так и знала что солнце залили за тучу снимаю свою подружку красавица у меня красивое платье просто обалдеть просто топ-модель топ-модель по белорусски по белорусски красота сейчас попрошу меня поснимал надела свое платье зеленое от манго поутюжила долго его утюжил ну вот такая красота лена на каблуках я такая думаю мне тоже мне тоже нужны каблуки чтобы быть такой же высокой как и лена такие мы красотки гуляем по набережной очень жарко очень душно но потом где-то еще присядем но какой-нибудь охлаждающий коктейль все будем гулять так пока гуляли-гуляли такая тучина бежала было такое солнце что было невозможно идти сейчас вот . то немножко прогуляемся к фонтану и пойдем уже кого-то садиться зашли в одно заведение там битком то пойдем искать куда нам присесть и выпить что-нибудь тогда обязательно выпить все лишь пятница говорится пятница разратница есть то не знаю что будем но выпить то точно так и красивая наша река мухает саня ира не попала ни на пляж не бассейн поснимает свою лучшую подружку идем разговариваем про моду это не красивое платье манга я грудь это платье видела это манга но я думаю что какой-то знакомый бренд вот ведь она высокая какие красиво а я примеряла и мне было длинное для высоких таких вот блондинок самый раз ну и такси брюнеткам тоже будет хорошо такой цвет все так что идем куда-нибудь присаживаться на отдых так ну что мы сели в итоге хотели сесть не сели сели в какой-то музей 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 здесь дискотека здесь дискотека вообще проходит 10 часов но сейчас пока восемь то мы тут без музыки присели вот я пью пи ой пиво пью белое вино заказала португалии кстати португалии еще тоже не было на взяли съездить в лиссабон и портов и заказала вкусный салат здесь хочется бекон такие шарики сырные и креветки в число называется салат с креветками и забыла и забыла что так и вот здесь там спал он спал где станцевали ты с девочками ходила когда на мебели работала помните вот здесь была дискотека короче салат я съела не наелась перешла на пиво там это провоцирует аппетит взялась такие эти катушку фризм соусом идет дождь у нас идет ливень вроде перестал опять пошел поэтому едим и пьем сидим продолжаем пировать ну что мы хотя уже дома начала дискотека в 10 вечера и мы ушли оттуда там такое заведение ночное до 4 утра посидели поболтали с 8 на 10 и завтра шли на работу и мы решили что может скоро тоже сходим на дискотеку но это надо чтобы был выходной то есть первый выходной у меня и у девочки чтобы была суббота выходная короче все со мной нормально я с ней переговорила она тоже жила одно время за границей и потом вернулась беларусь и у нее были точно такие же металли как у меня мне тоже не хотелось безумно работать тоже не понимал что я здесь делаю игры три месяца для беларуси это вообще не о чем я три года уже живу беларусь и меня еще дергать что я хочу вернуться обратно так что милый мой хороший все самое нормально я уже запереживала шоу вообще трындец так будут обсуждать все комментарии завтра шел ливень у меня был открыт балкон короче кроссовки я постирала намокли жакет белый не знаю сейчас пойду на балкон буду смотреть первым делом снимаю вам что еще что еще хотела сказать сейчас помню скажу к сожалению буквально нету света но смотрите вот был сильный ливень короче здесь воды на подоконнике явно мои кроссовки намокли надо их забирать коридор ставить жакет не знаю надеюсь что не промок хотя этот это суши здесь может конечно пару капель и долетала постирала свой новый жакетик выгулять еще не выгляну и шикарный вид на ночной брест кстати нам такие поставили крутые фонари раньше те фонари то работали то не работали такие были желтые а сейчас как это называется нету фокуса люминесцентные как называть такие вот видите белым белым горят вернулась уже домой на автобусе до пошиковала погулял денег потратила домой на автобусе на талончике они на такси шел дождь но благо у меня был зонтик я взял с собой зонтик так что не намокла единственное что вот закручили закружились мои волосы от влажности хотя я их выпрямляла завершение свое видео хочу сказать всем огромное спасибо за вашу поддержку ох я вас сегодня так стрепенула так стрепенула да все запереживали всех это чтобы я вернулась в испании тоже хочу вернуться в испании но не на тех условиях что вы мне пишите я не хочу работать я хочу чтобы меня муж обеспечивал я продолжил снимать свой блоговый канал и такое сегодня сделала вывод осязание меня она и как бы и было знаете такая у меня чуйка что зря я прошла этим работе продавцом вот не поверила в себя не поверила в свой талант не поверила в свой канал захотела быстрых денег думала сейчас за работу сделал ремонт а это не есть моё истинное желание нет моего нет моего желания сделать ремонта да моё желание жить в испании но пока не знаю как короче получается что я отказался своего канала канал просел упали доходы я пошла на эту работу нервы и удовольствия нет вот и надо увольняться надо увольняться и заниматься своим каналом уже хоть как поверить себя то есть сколько смотрела видео на эту тему что все люди которые уходили из найма работали над себя на себя им тоже было тяжело поверить в себя свои силы и в свой успех но надо это сделать и поверить и работать на себя то есть снимать свой блоговый канал и радовать своего любимого зрителя вы надеюсь меня поддержите будете меня смотреть не будет не пропускать ни один мой блог поэтому поэтому прямо сейчас ставим лайк оставляем комментарии подписка и конечно же супер спасибо чтобы поддержать любимого блогера всех люблю всех целую 11 вечера уже начало 12 в душ и спать завтра мне на ползатного на работу мне эта смена безумно не нравится все же мне нравилось на 12 часов ходить как говорится все познается в сравнении все всех люблю еще раз всем хороших выходных отдыхайте и наслаждайтесь жизнью